Пенсионные накопления, а точнее возможность получить их досрочно, стали одной из самых обсуждаемых тем этой недели. Сенсационное поручение дал президент, а заодно и отложил на 4 года введение 5-процентных взносов в ЕНПФ с работодателя. Кому и на каких условиях разрешат разбить пенсионную копилку? Похоже, претендовать на это смогут далеко не все. Больше деталей у Юлии Искевич. Лечение, образование, погашение кредитов и покупка жилья. Казахстанцы давно придумали применение пенсионным накоплением. Вот только доступа к ним не было. Его просили несколько лет. И президент обнадежил, людям разрешат распоряжаться их же деньгами, во всяком случае, частью. Поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. Возможно, это не весь перечень, но даже два пункта уже обрадовали многих. Правда, перед тем, как дать это долгожданное поручение, Тукаев много говорил о пенсионной системе, в которой, цитата, накопились серьезные проблемы. Работающих казахстанцев с годами будет все меньше, а пенсионеров все больше. Из чего можно сделать вывод, что раздавать накопления направо и налево точно не будут. Первые ограничения уже известны. Это возраст и сумма. Это зависит от суммы пенсионного накопления и от возраста пенсионера. Хватит ли ему до конца его жизни его пенсионные накопления. Поэтому сейчас надо сделать расчет. Похоже на пенсионный аннуитет. Это другой способ получить деньги из фонда досрочно. Способ не для всех, но других, кроме переезда, по сути, и нет. Чтобы перевести накопление из ЕНП в страховую компанию, нужно иметь на счету больше 10 миллионов тенге для мужчин и больше 13 миллионов для женщин. Ясно, что позволить себе это могут далеко не все. С начала года аннуитет купили 1200 человек, работающих на вредных производствах. На счетах у большинства вкладчиков совсем другие суммы. По данным пенсионного фонда, почти у 70% нет даже миллиона тенге на старость. От 1 до 2 миллионов есть и у 15% казахстанцев. И только 3% сумели накопить более 5 миллионов тенге. С одной стороны, вся пенсионная система, вся пенсионная реформа накопительная, которая вводилась в 1998 году, она строилась на том, что человека обязывают принудительно позаботиться о собственной старости. С другой стороны, мы сегодня видим, что после уничтожения конкурентного рынка частных пенсионных фондов, ЕНПФ, став монополистом и управляющий его национальный банк, они используют наши деньги исключительно неэффективно. Доходность низкая. Заливают наши деньги в квази-государственные компании, заливают пенсионные активы в банки второго уровня, заливают дыры, образованные в бюджете, путем продажи ЕНПФ государственной облигации. Лучше половину людям отдать, чем вот так вот неэффективно разбазаривать. Использование пенсионных накоплений у экспертов давно вызывает много вопросов. Чего только стоит история с Международным банком Азербайджана. Туда инвестировали 70 миллиардов тенге, а финучреждение обанкротилось. Возвращать наши деньги будут еще 13 лет? Или вот свежий пример. ЕНПФ одолжил убыточному холдингу Казагра 8,3 миллиарда тенге на покупку зерна. Все обещают вернуть с процентами. Сейчас в ЕНПФ больше 10 триллионов. Большая часть пенсионных накоплений вложена в государственные ценные бумаги. Около 14% лежит в квази-государственных компаниях, таких как Казагра. Чуть меньше 12% в банках. Но доход эти инвестиции дают не особо впечатляющий. За год всего чуть больше 4%. Простое сравнение. Депозит приносит владельцу минимум 9. Вот и хотят распечатать пенсионную копилку. Но для государства это может быть слишком рискованно, говорят эксперты. Я думаю, будут ограничения какие-то однозначно. Что, например, у вас должен быть потолок определенный. Почему? Потому что, когда вы выйдете на пенсию, иначе вообще у вас может ничего не быть. В смысле это риск. И потолок что делает? Мотивирует. То есть здесь вопрос того, что просто люди должны вовлечься в пенсионную систему. Потому что проблема пенсионной системы в том, что просто ей не доверяют. Это удивительно, но инициатива о досрочном снятии пенсионных накоплений действительно может, наоборот, пополнить ЕНПФ. Что важно добровольно, а не принудительно. Как будет в случае с дополнительными 5% от работодателя. Обязать компании отчислять 15% вместо 10% сегодняшних в ЕНПФ хотели со следующего года. Но президент ввел временный мораторий. Ежегодно работодатель с работником, допустим, если индексируют заработную плату на 10%, то после введения такой нормы работодатель логично может сказать, что извини, мы и так тебе 5% в пенсионный фонд переводим, поэтому в этом году не будем повышать заработную плату. Это как один из сценариев. Что же касается доступа к накоплениям, то до конца года станет известно, как именно и на каких условиях казахстанцы смогут распоряжаться деньгами на старость. Но, похоже, доступно это будет не всем. И единственным возможным способом забрать свое останется выйти на пенсию. Кстати, теперь это можно сделать даже через СМС. Еще одна деталь.